Челябинск Тренд сезона инициативы жителей. Челябинцы предлагали свои идеи по благоустройству знаковых общественных пространств. Власти не отмахивались от предложений, а брали их в работу. Так, благодаря активности жителей возле дома на Комсомольском проспекте 112А вырос полноценный сквер. Здесь можно гулять, отдыхать и даже заниматься спортом. Есть уличные тренажеры и площадка для воркаута. Такая достаточно уникальная в центре района, в центре уплотнительной застройки, дальше парковой. Вот территория, которая сохранилась и мы по пожеланиям жителей в этом году начали ее благоустройство. И мы понимали, что здесь жители очень активно используют эту территорию. И необходимо благоустройство ее. Детский сад, то есть тротуары вдоль детского сада. Освещение здесь есть, уже смонтировано. Детские игровые и спортивные площадки. Это интервью мы писали в сентябре. Сейчас площадка выглядит иначе. Работы на финише до открытия считанные дни. Вообще нынешний год для Курчатовского был особенным. Один ремонт Комсомольского проспекта чего стоит. На главной улице района, кстати, и сделали новую прогулочную зону. Ее главная фишка – аллея из речной гальки. Здесь произведено благоустройство на территории 26 тысяч квадратных метров. Устройство тропиночной сети из практически трех видов получилось у нас по проекту. Это первая плитка. Она применена бесфасочная. Для удобства жителей можно и коляске, чтобы и на скейтборде кататься. Затем, это около 4 тысяч квадратных метров, асфальтовое покрытие и впервые было применено устройство тротуаров из речной гальки. Мы высадили дополнительно 77 лип, около тысячи кустарников от кизильника и устройство газонов. Это озеленение. Уже в следующем году бульвар станет длиннее. Благоустроят участок от улицы Молодогвардейцев до Ворошилова. Установят скамейки, урны, шезлонги, качели. Все это уже есть в сквере за ареной трактор, что в Калининском районе. Там завершился очередной этап благоустройства. В этом году было оборудовано мягкое покрытие для детского городка. Выполнено строительство воркаут-площадки для занятий спортом. Были установлены малые архитектурные формы скамьи и урны. Также была выполнена аллея качелей. Далее галерея Алиан. Также выполнено строительство зоны с гамаками для тихого отдыха. Основная масса работ по озеленению была выполнена в этом году. Всего было высажено 56 хвойных деревьев крупномеров. Это ель, сосна, 20 крупномерных листьев. Листьевник это черемуха. И воиболее 2000 малых и средних кустарников и малых и средних хвойных насаждений. Также одно из отличий, учли опыт прошлого года, выполнена система автополива. То есть сегодня трудозатраты на следующий год для ухода за зелеными насаждениями будут существенно снижены. В сквере в этом году построили специальные площадки для выгула собак. Подобные объекты вскоре появятся и в металлургическом районе. В этом году в районе привели в порядок площадку возле ДК «Строитель». Уложили новую плитку и обновили освещение. На следующий год у нас здесь планируется устройство пергов. То есть это качели под крышей. Можно будет качаться, наблюдать за таким городским пространством большим. Лавочки, устройство декоративного освещения у памятника. Также обустройство облицовочного камня террасной доской. С устройством мест, где можно присесть. Мы стали обращать внимание, что теперь сюда свадьбы начали приезжать. В следующем году, когда наведем полную красоту, вторую часть реализована будет. Я уверен, что здесь молодые люди с радостью будут посещать это место после ЗАГСа, до непосредственного мероприятия. Это станет еще одним из любимейших мест в металлургическом районе для наших жителей, наших гостей. Активное участие в благоустройстве района принимают бизнесмены. С их помощью в этом году привели в порядок четыре площадки. Мы готовим площадку, асфальтируем и готовим под газоны. А уже предприятия другие участвуют в доблагоустройстве этой территории. Либо это цветник, либо это малые архитектурные формы. Здесь раньше был сквер, потом это все заросло. Одна кумба была, заросшая, непонятно какая. И какие-то протоптыши, козьи дорожки такие. В итоге благоустроили, сделали асфальтовые дорожки, тропиночную сеть в соответствии с натоптышами. То есть не так, чтобы сделать и потом как-то приучать народ, чтобы он ходил именно там, где я захотел асфальт положить. А сделать асфальт там, где народу удобнее, где население ходит более чаще. И чтобы это было востребовано. Сквер «Сигнал» – главный проект сезона в Ленинском районе. За благоустройство этой территории проголосовали сами жители. Особым спросом пользуются качели и перголы, которые находятся в центре нашего сквера. Эти качели не пустуют никогда. Ни утром, ни днем, ни вечером. И мы очень рады, что мы сделали комфортное, удобное место для жителей микрорайона Сильмаш. Все работы завершены. Мы планируем сделать здесь иллюминацию, которую запустим к Новому году. Ну и самое главное, мы сформировали здесь хорошую большую площадку, на которой также будем делать ледовый городок, которого никогда не было в этой части Ленинского района. Ну а летом большая площадь будет использоваться для проведения массовых мероприятий, концертов, фестивалей и праздников. В Тракторозаводском районе жители проголосовали за обновление парка Дружбы. В прошлом году прошли подготовительные работы, а в этом году уже приняли готовый благоустроенный парк у подрядчика. Все работы, запланированные на 2021 год, в парке выполнены. И сегодня мы парк уже представили нашим жителям, они им активно пользуются. Вот мы можем наблюдать, здесь школа начала заниматься, уроки физкультуры стали проводить, потому что есть возможность пользоваться спортивными площадками, беговой дорожкой, велодорожкой. Ну и, конечно же, активно жители начали это пространство использовать. Да, сквер, парк еще Дружбы не закончен до конца, и мы видим, что, конечно, здесь не хватает зелени и не хватает малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, наполнения. Это все у нас есть, заложено в программе благоустройства на 2022 год. И у нас отдельно будет отыгрываться контракт по озеленению. Порядка 400 крупномерных деревьев будет высажено на следующий год в парке Дружба. Около тысячи кустарников, ну и газоны будут засеяны. В этом году подготовлена вся земля для высадки, чтобы потом уже никакая техника не ездила и не портила дорожки и аллею. В этом году новые общественные пространства строились не только в центре, но и на окраинах. Успешный пример – сквер в Локомотивном. Его обустроили на месте старой бани. Получилось, как всегда, модно и комфортно. Одни занимались благоустройством, другие занимались монтажом наружного освещения. Третьи – системой видеонаблюдения и мониторинга общественной безопасности. Еще одни подрядчики у нас проводили реконструкцию теплотрассы. Потому что здесь справа трубы долгие годы шли поверх земли, находились в ненормативном состоянии. Для достижения комплексного результата мы заасфальтировали вот эту дорогу самостоятельно. Попросили собственников частных домов, которые расположены по периметру сквера, чтобы они покрасили свои заборы. Потому что здесь были все цвета радуги и зеленые, и малиновые, и оцинкованные. В Советском районе в этом году появилась и новая прогулочная зона вдоль горсада Пушкина. Она соединила театральную площадь с улицей Цвилинга. До ее появления жителям приходилось искать обходные пути. От Дома Просоюзов до Драмтеатра, то здесь, наверное, там 150-200 метров. А пройти было по прямой невозможно. Нужно было ли обходить через улицу Тимирязева, или же через центральные ворота парка Пушкина. Это и там, и там большой крюк. Плюс нужно не забывать, что парк Пушкина у нас с 11 вечера до 7 утра закрыт. И поэтому ночью здесь пройти было вообще невозможно. А в прошлом году был когда локдаун, и парк не работал более месяца, то территория тем более оставалась закрытой для прохода все это время. Пешеходная зона получилась достаточно нормальная. Хоть она и небольшая по площади, но постарались уместить здесь определенное количество различных малых архитектурных форм. Здесь есть качели, их используют и дети, и взрослые с удовольствием. Большое количество скамеек, урн. Ну и для того, чтобы было комфортно в ночное время находиться, мы, разумеется, смонтировали наружное освещение, в том числе и с декоративной подсветкой. Вот, поверьте, стало гораздо комфортнее. Еще одна прогулочная зона появилась на пересечении Курчатого, Воровского и Сверловского проспекта. В этом месте раньше стояло три барака. Их снесли. Территорию не стали забрасывать, а решили навести здесь порядок. Его можно считать, в принципе, таким карманным, уютным парком, потому что он очень плотно прилегает к жилой застройке. И мы видим, что именно в таких местах эти парки становятся такими семейного типа. То есть здесь, как правило, собираются люди из близлежащих домов, знакомятся друг с другом, и получается такая очень уютная семейная обстановка. Значит, здесь будет несколько тихих зон отдыха. Вот архитекторы у нас придумали такие небольшие, так скажем, комнатки, которые будут окружены зеленью и в том числе живой изгородью. Здесь будут стоять лавочки. Откуда мы начинали идти, это будет детская площадка. Опять-таки, несколько таких форм, которые мы, по нашим наблюдениям, в большей степени пользуются спросом. Это качалки на пружинах, различные лазалки, ну и, естественно, качели. Ну и, безусловно, куда же обойтись без каких-то спортивных элементов. Они на самом деле пользуются большим спросом. И также будет сделана спортивная площадка. И ближе непосредственно к Курчатова большая пергола с качелями садовыми, потому что мы наблюдаем, что жителям это тоже очень нравится. Преобразился и сквер на улице Академика Королева. Работы ведутся уже второй год. Здесь появилась площадка для выгула собак, световые арки, завершается монтаж сухого фонтана. На зиму его законсервируют, запустят весной. Апгрейд площадки недавно оценила Наталья Котова. Мы благоустраиваем это общественное пространство уже несколько лет. Оно действительно большой протяженности. Первое это у нас занимались сначала комитет дорожного хозяйства, который работал в рамках создания уличной дорожной сети. С тем высаживались деревья, вы видите, и сейчас мы перешли в последнюю стадию уже. Это малые формы, это сухой фонтан, это яркие арки, которые вечером подсвечиваются. Это уже название самого общественного пространства Тополинка. То есть мы очень надеемся, что у нас к концу ноября практически полностью это общественное пространство мы завершим. Деревья с прошлого года, которые не прижились, мы уже заменили, поэтому работаем по гарантийным обязательствам. Потрядчик нам бесплатно всю эту замену произвел. И те деревья, которые мы кустарники посетили в этом году, у нас тоже будет гарантийный срок. И мы надеемся, во-первых, что они выживут. Во-вторых, если они не выживут, то мы, конечно, их заменим. Затем сумма, которая ушла на благоустройство этого общественного пространства, уже больше 120 миллионов. Поэтому мы очень надеемся, что жители Тополинки оценят наши усилия по созданию такого пространства, чтобы нам реально оно напрашивалось. И я думаю, что через 3-4 года, когда вырастут деревья, когда отрастут кустарники, когда будет уже газон, я думаю, что газон на следующий год уже будет в хорошем состоянии. Жители увидят о том, как изменилось их общественное пространство. А это место захватило все соцсети. Фотографии отсюда и правда отличаются особой красотой и яркостью. Набережная за мегаполисом – один из главных объектов года. Многие говорят, что такая территория южного города, особенно в солнечную погоду. Соответственно, здесь очень много малых культурных форм, различные формы. Лавочки без спинок, скамейки со спинками, причем разные конфигурации. Мы видим вот эти шайбы, которые вызвали сначала массу вопросов, но потом прижились и тоже людям нравится. Зонты, детские игровые формы, крутящиеся стулья, барные стулья, где любят жители сидеть и созерцать воду. Ну и, соответственно, большое внимание мы уделяем озеленению. Тоже задают очень много вопросов, почему мало деревьев. Ну, давайте будем как бы реальными вещами оперировать. Во-первых, достаточно узкое пространство, во-вторых, здесь достаточно много коммуникаций. Соответственно, нам удалось здесь сделать только газоны с большим количеством, порядка 3,5 тысяч кустарников. И только вот к Свердловскому проспекту там идет уширение у нас, меньше коммуникаций. Там как раз было высажено более 20 деревьев. В этом сезоне завершилось строительство другой набережной, той, что за филармонией. Открытие этого объекта челябинцы ждали несколько лет. Оно того стоило. На новой набережной появились малые архитектурные формы, освещение, видеонаблюдение, уложены газоны. Прогулочная зона плавно переходит в сквер искусств, где находится большая сцена. Там высадили более 150 деревьев и более полутора тысяч кустарников. Важно, что на новой набережной сделан удобный спуск к реке Миас. Сезон для города выдался мега удачным. Кроме скверов, в рамках федеральной программы в этом году удалось отремонтировать внутриквартальные проезды и дворы. За лето в порядок привели около полусотни внутридомовых территорий. Дальше больше и лучше. Власти уже готовятся к новому сезону благоустройства. Старт весна 2022 года. Продолжение следует...